всем привет дорогие друзья дорогие подписчики а также зрители моего канала райзере и сегодня мы обсудим довольно таки интересную группу а именно сектор газа ведь сектор газа это поистине особое явление в русском роке усаживайтесь поудобнее обратите внимание на ссылки в описании и на описание в принципе у тебя навсегда интересное а я приступаю к своему видеоролику ставьте лайки подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии можно по-разному относиться к творчеству группы сектор газа но нельзя отрицать факт их оглушительного успеха в ранний российский период и огромного количества почитателей их песен в глубинке и крупных городах каждый слышал хотя бы самые известные за хитов кто-то тащился от матершинных песен тот от мистически направленных кто-то от более серьезных и без мата а кто-то от всего сразу ну и разумеется противников группы хоя тоже может найти снимала тем не менее сектор газа оставил свой след в сфере музыки рока по большей части и сегодня легко слышать и хиты из автомобилей квартир под гитару или даже на юбилеях 30 лет начнем с образования группы началось все в славном городе центрального черноземья воронеже где молодой рок-музыкант юрий клинских он же хой впервые выступил сольно в 1927 году местом декотец со своим репертуаром ставшим впоследствии основой для репертуара группы сектор газ а в 88 уже в первом составе группа выступила на воронежском рок-фестивале не получила приз зрительских симпатий этот момент можно считать стартом успешного шествия данного коллектива несколько ранее юрий вместе с александром кочергой с озвученным прозвищем ухват организовали рок-клуб в левобережном районе воронеже имевшим славу индустриального коптящего неба дымом своих заводов из этого района и был клинских поэтому на правах местного называл этот район за его смог и дым сектором газа этим и был аргументирован выбор названия группы пользу которой юрий оставил работу сотрудникам гаи интересный момент из биографии лидера группы ставший впоследствии культовой даже песня про этот орган исполнительной власти есть его репертуаре они надоумил его такую кардинальную смену профессии именно ухват был первый воронежский рок-фестиваль участвовало очень много воронежских рок-групп я их всех так прослушал и понял что чего-то в нашем уроке не хватает злости драйва ритма прикола в принципе то было но не так как хотел я решил исправить этот недостаток я начал зачинять сам было это ранее весной тысячи ее запасного года вот что по этому поводу говорил сам клинский хорошо с вопросом названия группы разобрались а почему же юрий стал для многих хоем все пошло с традиционного выкрика панков хой который часто могли услышать окружающие от рокера свободное время махавшим на дороге жезлом ну жезлом и по мере обретения популярности к нему все чаще обращались именно так давайте теперь поговорим о развитии группы нарастание популярности народной любви и тематики песен сектор выступал на рок-фестивалях на разогреве у более популярных момент групп таких как гражданская оборона звуки му дети и других а в апреле 89 они успешно выступили в череповце в дк строитель после чего стали узнаваться за пределами родного города запись первых двух альбомов хуги-вуги и колхозный панк осуществлялась в дк 50-летие октября блок-дэ знакомства с андреем дельцовым качество записи составляло желать лучшего отчего широкой популярности они не обрели но то свои последующие два альбома зловещие мертвецы и ядрёна вошь парни записали уже с приглашенной солисткой для женских партий татьяной фатеевой в более профессиональной студии все того же дельцова под названием блокбокс хой даже пришлось продать свой любимый мотоцикл я во который был воспит в одной из песен ради записи на этой студии именно эти альбомы были отправлены через знакомых в москву где старичный бизнесмен с кубинским именем фидель симонов или симонов заприметил перспективный проект и прибыл в вороню с предложением записываться в мск а также давать концерты прежде чем продолжить описывать в веки развития успеха сектора давайте поговорим о том что же так понравилось народу в их текстах и музыки конечно огромная часть благодушия слушателей удалось получить благодаря использованию ненормативной лексики даже откровенного мата простонародных выражений и жирганизмов темы поднимавшиеся в песнях будражили своей злободневностью актуальностью для многих особенно молодое поколение а также обычных представителей рабочего класса и даже социальных низов совковый быт явление перестройки алкоголь наркомания секс похабные комические ситуации от от позже потусторонний загробный мир и мистика описываемые как фильмах ужасов все это пришлось по душе огромной части населения которые покупали кассеты брали у друзей чтобы перезаписать себе тем более качество записи со временем значительно улучшалась благодаря сотрудничеству с профессиональными студиями к этому их творчеству кому периоду мы вернемся в повествовании предварительно процитировал самого юрия клинских касательно своего творчества а вообще к нашей песне надо относиться с определенной долей иронии мы поем о людских пороках которые реально существуют многие люди боятся в этом признаться а мы им раскрываем глаза и тычем мордой во всю эту грязь такая своеобразная терапия получается мы конечно не ангелами какие-нибудь грязные скоты я пою матом не ради мата они кривя душой выдаю все что просится тексты житейские короче я что думаю то и говорю и пою без перекрас даже от тех сторонах жизни которых считается приличным умалчивать я ругаюсь из-за только это слово другим заменить нельзя если песня будет не так звучать но я не задаюсь целью ругаться матом итак продолжаем о взлете сектора газа на студии мир был записан на мой взгляд прекрасный альбом ночь перед рождеством откуда многие песни мне пришлось по душе а группа начинает давать столько концертов сколько и представить себе тяжело но фидель представил еще больше безграничная жадность последнего породила множество групп двойников гастролировавших под фонограмму по всей стране по примеру ласкового мая это совсем не устроило клинских что привел к разрыву отношений со скользким бизнесменом не имевшим ограничений в своей жадности но прежде случился вот какой случай юрий однажды за свидетелем в москве подобного концерта двойников вылез на сцену прямо во время вступления но было сбить своими же поклонниками святое место пусто не бывает и довольно скоро место организаторов всех процессов занял продюсер сергей савин который привел ребят вот топовую студию гауа рекордс где был перезаписан некогда изданный альбом колхозный панк тоже в достойном качестве если признать что он разлетелся из прилавков как горячие пирожки вскоре был снят первой истории группы клип на одноименную альбому песню которые показали в передаче 50 на 50 по каналу урт а затем последовал участие в известной программе а по тиви что способствовал знакомству слушали исполнителями и затруднял дальнейшую деятельность дермоедов двойников все еще паразитировавших на чужой славе популярность сектора газа стремительно росла они стали появляться в хит-парадах а имя коллектива узнавал в стране почти каждый на волне успеха продолжалось записаться альбом так в 92 году был издан гуляй мужик на астросоциальную тему а в 93 нажми на газ включавшие в себя множество известных хитов параллельно велась бурная гастрольная деятельность по 150 концертов в год разумеется состав группы неоднократно терпел изменений я нарочито об этом не говорю до определенной поры но что может быть неречнее самой лирики в 94 выходит восьмой альбом танцы после порева а вслед за ним знаменитая матерная панк-опера кощей бессмертный да и считалось чем-то открывавшим щелочку во взрослый мир за основу арии для сказочных персонажей были взятые переаранжированные хиты западных групп стоит заметить что женские партии которых там было много исполняла уже не потеева а ирина пухонина идеально заменившись в предшественнице так что многие даже не догадались о смене вокалистки по этой сказке даже планировали снять фильм но артистам не хватило ни времени ни денег на это следующим шагом вперед была нарезка записей на изд-диске и появление постеров с изображением новоиспеченных народных кумиров этими достижениями коллектив обязан своему отопоментному концептному директору константину ляхову прежде не имевшим опыта подобной работы что с высоты прошедшего времени можем заключить что риск был оправдан дальнейшим этапом стало свое позволение сказать взрослением творчества юрия и практически отказ от мата в пользу более глубокого смысла и содержание текста примером которого стал альбом газовая атака выпущена девяносто шестом году для него высокая концентрация душевных глубоких жизненных а также юридических песен 30 лет life твой звонок и туман юрий просто перерос предыдущий этап развития выйдя на нового не пристала уже серьезным повзрослевшим мужчине про истощающие смрад носки это был первый коммерческий успех потом вышли любом стиле избранная а в 97 появился на свет наркологический университет миллионов котором определенный характерный степ присутствовал название альбом оправдывалась тематикой некоторых песен но все же матершина уже была минимализирована песня пара домой стал абсолютно хитом на все времена с ней даже сектор пригласили выступать на красную площадь ко дню победы кризис и последний тяжелый альбом именно так я хотел бы потихоньку заканчивать это видео хотя на самом деле слова заканчивать было довольно таки неуместным потому что видео я и так продолжил потому что информации было довольно много продолжайте смотреть дальше период с 1997 по 1000 год можно сказать что сектор газа пребывал творческом кризисе связано с это с как экономическим кризисом стране так и с личным новые пластинки выходили но пускали старые под новым соусом коллекция баллады и ремиксы группа по-прежнему гастролировала как по нашей стране так и по германии причем неоднократно ходить хотел сделать что-то новое и эксклюзивное так как примеру он бы нашел молодею полностью мистическом альбоме стиле тяжелый рэп и по большей части его задумка воплотилась жизни в 2000 году когда на прилавках появился тяжелейший как по озвучанию так и по загробному содержанию альбом восставший из ада вот как юрий высказывался о его создании сан я все время стремился к тяжелому звуку просто технологии не позволял реализовать мои задумки я не въезжал что и как нужно сводить и оператор не въезжал все же на попсе были воспитаны и качество дальнейших альбомов зависело от того насколько удачно я въезжал в технологию записывания музыки чем больше я набирался опыта тем лучше выходили альбомы сейчас могу сказать что весь этот спектральный анализ я изучил и теперь знаю как надо делать тяжелую музыку для этого я перезушил море альбома у меня одной тяжелой музыки 800 дисков а всего 1200 и последний альбом этот тяжеляк клёвый специально применяли супер металлические примочки накладывали гитары все делали по фирме во всяком случае по сведению альбом вышел близким к фирме на настоящий момент такого звука я в бывшем союзе еще не слышал по тяжести я хотел этого добиться и добился потому что всегда стремился вперед к сожалению это был последний львом сектора газа вернувшись из гастролей по германии в июне на стадионе лужники юрий выступал один в песне демобилизация но технические казусы мистическим образом раз за разом не давали ему допить новую композицию до конца так остался песня недопетой как символ недосказанности всего что юрий мог хотел донести через свое творчество спустя 10 дней с того момента кто ушел из жизни после сердечного приступа а сектор газа прекратился существовать не оставив по себе лишь память миллионов людей таким было прощание со сцены на рот а вот на эту тему было уже много споров и разногласий я имею ввиду по поводу направления или жанр творчеству сектора газа изначально кто-то их назвал панк-роком и многое поверим в это на слово так считали или считают и я в том числе так думаю нужно такие панк-роков грудь бьют что никакой это не панк-рок также тогда кто-то полагал что это некий стиль трэш кто-то вообще фольклором и современной народной песней но так уж вышло что сектор газа сам создал определенное направление увлечение юрия клинских разными музыкальными направлениями такими как тяжелый рок метал и пресловутый панк и даже рэп или славянский фолк и вот что он сам говорил насчет направления своего творчества многие интересуются в каком стиле играть сектор газа дело в том что в молодости 70-е годы я слушал западный рок высоцкого и уже в конце семидесятых машину времени так вот сектор газа это смех всего этого а поэтому я определю стиль группы не иначе как фьюжн то есть сплав так что каждая песня сектора это разный стиль хард панк диска и многое-многое другое сам же я вот тоже несколько лет сижу на металле и рэпе а когда это все вместе металлический рэп то для меня это полный кайф сам я люблю очень многие песни хорошие песни у всех стилях поэтому я стараюсь делать по принципу как в свое время делаю эта группа дк что меня и подтолкнуло она тоже просто хохмила там в одном стиле в другом просто чтобы он был интересен а не так как например включила до песню там например метал пробубнил вторая также просто приедается альбом должен быть интересным чтобы его слушать сам я далеко не эксперт течениях музыки поэтому не скажу достоверно какому же все таки направлении относится сектор газа напишите свое мнение в комментариях ну давайте закончим видео на судьбе участников наверное сперва дальнейшей судьбе самой группы сектор газа она прекратила существование сразу после смерти юрия хуя а я бывшие участники разного созыва организовали свои группы со схожими названиями такие как эх сектор газа или сектор газовой атаки sg но большого успеха так и не соскали но был один забавный момент видимо по ошибке в фильм ага и рича рок-н-ролльчик звучал фрагмент песни допился в исполнении с сектора газа игоря хущёва это соло гитариста сектор газа потом многим позже в 2015 году компания warner music russia выпустила сборник неизданных песен юрия клинских и лучших хитов под названием война луна напишу только про самые долго пребывающие в группе участников игорь аникиев клавишник в группе 6 лет умер от коронарной недостаточности в 2013 году выступая на свадьбе в ресторане василий черных гитарист в группе 3 года умер будучи сбитым автомобилем 42 года вадим глухов концертный гитарист группе 7 лет в 2011 году изначально считавшийся пропавшим без вести но позже его тело обо обнаружено рядом с пустынными поклончиками валерьянки и корнолова примечательно что он не переносил даже их запаха игорь жирнов гитарист в группе 9 лет жив и играет в группе рондах который выступал параллельно с 93 года один из лучших аранжировщиков в россии можно смело сказать что сектор газа увековечен творчеством юрия клинских если напишите об этом в комментариях выпущу о нем отдельный ролик а также многих других людей и оставил свой след в русском роте но и независимо от того желает ли это признавать рок мир или нет всем хуй ставьте лайки если ролик вам понравился и подписывайтесь на мой канал поговорим о рок музыке больше